В общем-то, можно с той или иной степенью хорошести согласовать божественный отказ в Библии о сотворении мира с данными науки. Вопрос, надо ли это делать вообще. Понимаете, да? На эту тему существуют разные подходы. Теперь, есть из них два подхода, которые мне не нравятся. А два подхода, которые мне нравятся. Не нравится мне подход религиозного фанатизма и подход научного фанатизма. Подход религиозного фанатизма говорит, я прочел Библию, теперь я знаю все как правильно, и поэтому раз наука говорит иначе, наука вся неправильна. Теперь, самый главный минус здесь не в том, что человек прочел Библию, это как хорошо, а в том, что свое понимание Библии он абсолютизировал. То есть я прочел Библию, понял ее вот так. И раз я ее понял вот так, то все, что говорит наука, неправильно, то что Библия, она правильна. То есть проблема здесь не в библейском тексте, а в абсолютизации читателям того понимания, которое он приобрел. И это я бы назвал религиозный фанатизм. То есть текст совершенно не готов понять, что можно текст понять иначе. Есть научный фанатизм, точно такой же. Мы в науке точно знаем, что было вот так, и так, и так, наука же правильна, а раз Библия противоречит, значит Библия неправильна. Текст точно так же абсолютизирует сегодняшний уровень науки, сегодняшнее представление о науке, то, что он вложил в библейский текст, ну и соответственно все получается иначе, получается несоответствующе. И вот это и есть два вида фанатизма, которые я бы считал, что они оба очень плохи. Теперь, это две точки зрения, которые мне не нравятся. Теперь есть две точки зрения, которые мне оба нравятся, обе нравятся, и которые вполне могут быть, как я считаю, нормальными и приличными позициями. Первая позиция – это попытаться согласовать. То есть берем библейский текст, смотрим первый день, второй день, третий день, берем диалогию, берем астрономию, начинаем это гармонизировать, где-то сходится, где-то не сходится, где-то параллель, где-то какой-то конфликт, мы говорим, окей, здесь конфликт, мы еще не знаем, надо подумать, здесь не все сошлось, но в общем вот это интересный подход. Это подход вполне интересный, и многие религиозные люди, современные, нормальные, образованные, вполне так считают. Другой подход, это подход иной. Он говорит, библейский текст в своем начальном отрывке, а в высоком начальном отрывке есть разные споры, но, скажем, вся история сотворения мира, и вся история потопа, и вся история Вилонской башни к этому точно относятся. Вот в этом начальном отрывке это мистические тайны. Мы их должны воспринимать как некий урок морали, философии и так далее, и будет чудовищным, жутким примитивом пытаться их истолковать буквально. И поэтому не надо даже пытаться эти вещи согласовать. Да, действительно, можно что-то согласовать с сегодняшней наукой. Это верно. Сегодняшняя наука после Эйнштейна дает нам вполне прекрасно возможность согласовать историю сотворения мира так или иначе с эволюционным или научным представлением. И уж особенно большое спасибо Эйнштейну за то, что в общей теории относительности мир возникает. Гамову, да-да-да. Скажите, Гамову персональное спасибо особенное. Согласен, да. Секундочку. Тем более, что он вообще геройский человек. И вообще замечательный во всех смыслах. Гамов. Который большой взрыв и элихтовое красное излучение. Вот. Но. Но. Если бы, теперь представьте себе элидиозный человек, который живет до всего этого. Вот Ньютон. Вот в физике Ньютона она уж никак не согласуется с библейским рассказом. Потому что физика Ньютона, в физике Ньютона мир бесконечен. Ну, в смысле, в прошлое. И в этом смысле нет никакого начала, нет никакого возникновения. Это благодаря общей теории относительности и теории Большого взрыва, который Гамов придумал, стало возможным натурально посмотреть прямо на библейский рассказ. А до этого все смеялись и говорили, ведь в Библии написано, что в первый день есть свет, а в четвертый день есть светило. Но мы же прекрасно знаем по жизни, что не бывает света без светил. Ну, значит, все в Библии глупость. Понятно. А потом наука меняется. Но ведь наука же может и в другую сторону поменяться. То есть, второй подход говорит. Действительно, на сегодняшнем уровне можно легко гармонизировать научные знания и библейский рассказ. Но делать этого не надо. То есть, нужно из библейского рассказа выводить урок себе, моральные представления, понимание смысла жизни, понимание философии и так далее. Потому что это нам дано для этого, чтобы научить весь смысл библейского текста, это нас научить, а не рассказать нам физически, как это происходило. Поэтому не нужно вообще пытаться это согласовать. Это разные вещи. Как, например, рассмотрим простой вопрос. Астроном разговаривает с ребенком, говорит, солнце заходит. Но кто, как ни астроном, знает, что солнце никуда не заходит. Но ребенок говорит, солнце, в общем, ушло, нет его больше. И астроном не будет объяснять ребенку, что солнце там с другой стороны земли. Потому что, не потому что ребенок этого не воспримет, а потому что это неправильно. Потому что с точки зрения нашей ребенка, солнце действительно ушло спать действительно. А вовсе не шутка это, и вовсе не ложь это, а потому что это другой взгляд на мир. И этот взгляд на мир обязательно должен быть и должен иметь право на существование. И поэтому библейский текст рассказывает нам другой взгляд на мир. Не надо пытаться его засунуть обязательно в сегодняшнюю научную теорию. Да, спасибо Эйнштейну Грамову, это легко. А с Ньютоном это было сложно. И тем не менее Ньютон был ничем не хуже религиозным человеком, чем сегодня мы с помощью теории относительности. Ропросы, что Бог в душу вдохнул в одного индивидуума, Homo sapiens, чтобы он стал Homo sapiens sapiens civilizacionis, или он вдохнул прямо сразу в нескольких? С точки зрения библейского текста можно вывести как угодно. Потому что там непонятно это, потому что там Карен и Авель, это непонятные истории. И много всего другого. И уж не говоря о том, что потоп, но, например, если потоп на всей Земле, то уж никак, или пока мне очень трудно будет, вписать линии эволюции не в тысячелетие, а там в пять тысяч лет после потопа, которые прошли. От двух крокодилов не родится никогда. Такое разнообразие линий крокодилов, грубо говоря, или там других всяких животных. Поэтому всё это вполне можно и нужно понимать в символическом смысле. В этом нет никакого противоречия с библейским текстом. Библейский текст рассказан нам не для того, чтобы мы учили физику, геологию или биологию. Он нам и рассказан для понимания смысла. И поэтому второй подход говорит, вообще не надо пытаться гармонизировать научный подход и религию. И библейское прочтение. Из библейского прочтения мы должны брать смысл. И это будет правильным использованием библейского текста. Нам и рассказана концепция, а не описана физика. Некоторые могут сказать, ну так далее, это как бы не настоящее. Но если этого не было в натуре, то это не так. Это уже не то, но это неверно. Это зависит чисто от психологии человека. Если человеку вот прям так жизненно важно, что ему это было в натуре, то в общем это некоторая степень примитивности. На самом деле мы всегда прекрасно можем понять, что это нам и рассказано, чтобы мы из этого научились. Совершенно не обязательно, чтобы это было прямо до такой степени в натуре. И ничего сказать опять, что этого не было. Можно сказать, что это было, но это могло быть иначе совершенно. Это могло быть совершенно в других масштабах, в других формах. И в общем-то это не важно. Теперь, является ли эта позиция ортодоксальной? С точки зрения иудаизма. Ответ, конечно, да. Были вполне в средневековье еврейские мыслители, которые считали, что вся тара это, ну это не вся тара, но вот история сотворения мира, это некое мистическое описание сущности внутренней. А вовсе не обязательно это было в такой натуральном виде. Ничего плохого в такой подходе нет. Так, спасибо. Спасибо. Спасибо.